Добрый день, дорогие зрители! Сегодня наша с вами первая встреча. Вместе мы с вами разберем самые сложные вопросы и будем решать самые сложные задачи. И прежде чем мы начнем цикл наших передач и расскажем о том, что же такое истинные системы, позвольте вас познакомить с моим соведущим, с моим единомышленником, советским, а теперь уже и российским ученым, изобретателем, доктором технических наук Евгений Степанович Бугайцом. Здравствуйте, Евгений Степанович! Привет, тезка! Я считаю, что уместным будет цикл наших передач начать именно с вашей автобиографии. Расскажите, пожалуйста, о том, где вы родились, кем были ваши родители. Родился я в глухой деревне в Литве, в Вильнюсском крае. И эта деревня называлась как-то по-грузински, Буйвидзе. Папа и мама были сельские врачи, фельдшер и кушерка. Даже такой журнал был. Вот. И как только я родился, они расписались, и мы переехали в другую деревню, в Сужонис, которая, так сказать, и была моей настоящей родиной. Вот. Это польский край, и в этом польском крае можно было говорить только по-польски. Поэтому я даже два класса закончил на польском языке. Это интересно. Расскажите, пожалуйста, как проходила ваша учеба? Ну, слава богу, отец у меня был, ну, если так не скромничать, просто гений. Многогранный гений. Видно, что-то мне досталось от него. Поэтому учился я очень легко. Уроки делал прямо на переменках. Вот. А мама была страшно такая терпеливый человек. И вот это от отца и от мамы досталось отлично. А вот еще один важный аспект, который выяснил позже, я вовремя родился. Астрологи все сказали, что я чемпион мира по целеустремленности. Ну, надо же. Вот. И вся моя жизнь, я вот ее сейчас анализирую, она как раз и показывает, что вот это сочетание папа-мама и целеустремленность, в общем-то, и обеспечили то, что я вот сейчас сижу с вами. Расскажите, пожалуйста, как дальше развивалась ваша история? Куда вы пошли учиться? Как вы закончили школу? Я коротко. Когда в школе появились русские классы, меня родители перевели. Я закончил 4 класса в сельской, это деревенской школе. После этого я заканчивал среднюю школу уже в городе Неменчине. Это недалеко от Вильнюса. Вот. Там же получил профессию шофера. И в 66-м году наш дружный интернациональный класс, так сказать, был выпускной, двойной выпуск. И было очень трудно поступать в институт. Вот. Это был конкурс медалистов. Все готовились, репетиторы, кружки и прочее. А я пошел на бум лазаря, деревенщина. И поэтому поступил с трудом на радиоэлектронику. Но уже после первой сессии все встало на свои места. Я почему-то закончил сессию лучше всех. И меня назначили старостой группы. А через 5 лет уже я был первым на факультете. И получил красный диплом. И выбрал самое, так сказать, престижное место работы. Это вильнюсский НИИ радиоизмерительных приборов. Вот. Опять же, пришел туда без всяких блатов, ничего. В отделе кадров сказали. Ну, у тебя красный диплом. Значит, направляем тебя в 9-й отдел. Это отдел генераторов импульсов. Будем укреплять отдел. Потом я позже узнал, что означали эти слова. Укреплять отдел. Ни один мой начальник не был остепенен. Вот. Я обладал научной степенью. Да. И кто это в курсе, те мне могут посочувствовать. То есть, получается, вам не повезло? Ну, я тоже так думал поначалу, что не повезло. А теперь я считаю, что мне крупно повезло. Появилась огромная трудность. То есть, никто мне там не пытался помогать. Наоборот, хотели, чтобы я не спешил. И вообще отказался от идеи, так сказать, заниматься наукой, в полном смысле этого слова, писать диссертацию. Но не полагается подчиненным обгонять начальство. Вот. А я все-таки проявил ту самую целеустремленность. И когда прошли два года, закончился этап стажировки, я сказал, я ухожу. И мне тут же дали тему, дали научного руководителя из вуза. И я стал изучать эту тему. Оказалось, через год прочитал вот такую кучу всяких статей, что это, во-первых, не связано с работой. А во-вторых, вообще она не научная тема. Так, вот. Но вот я подумал, что год жалко, а тут еще два года были до этого жалко. Я решил немножко подкорректировать тему и все-таки заняться ею. Какая интрига, что было дальше? Ну вот ученый-секретарь сказал, что готов на ящик коньяка спорить, что никогда в жизни я этого не защищу. И, видимо, проспорил. Нет, я пожалел его, не стал спорить. И, короче говоря, значит, приступил к работе. Вот. И работал во вторую смену. То есть, пять часов вечера все уходили домой, а я, значит, выпивал чай с бутербродом и принимался за новую работу. Вот. И так длилось семь лет. То есть, три года плюс семь лет. Только через десять лет я вышел на защиту диссертаций. Вот. Ну, правда, если литовские аспиранты выходили с детскими темами, и у них трудов было пять-шесть тезисов на местных конференциях, то у меня было 35 трудов, из них 17 изобретений, пять статей в союзных журналах, которые рассылаются по всему миру. И три новые прибора, новое научное направление. И на защите докторском совете, значит, было мнение, что нужно присуждать сразу докторскую. Вот. Ну, потом сказали, он такой способный, он еще одну напишет. Интересно, интересно. Но докторскую степень я получил еще через семь лет. Вот. Ну, и вот, собственно, после этого меня назначили начальником отдела гибридной микроэлектроники. Это совершенно новое направление. Вот. И там я уже остепененный чувствовал себя как непотопляемый авианосец. Вот благодаря моим начальникам. Что я все делал через препятствия, через трудности самостоятельно. И работал очень много. И был очень счастлив. Вот знаете, это я вот говорю для молодежи. Вот. Я выходил с работы в час-два ночи. Меня просто выгоняли. Сторожа. Нельзя работать одному, да еще ночью. Это сколько вам получается было на этот период? Ну, вот если 18, потом 5, 22. Это уже было 32-35 лет. Вот. Довольно немало. Ну, и я шел домой, а там все гуляют, пьянствуют. Я иду мимо. И говорю, ребята, какие вы несчастливые. Вот сейчас счастливы. Понимаете, вот это непередаваемое было ощущение. Работать две смены. И при этом я еще активно занимался комсомольской работой. Спортом. Не было таких соревнований, чтобы я не участвовал. Ну, а в комсомоле я крутил очень много всяких мероприятий. До сих пор люди вспоминают наш совет молодых специалистов. Мы устраивали такие мероприятия, что всесоюзные конференции, выставки. Вот, вечера, когда, так сказать, люди помнят до сих пор, как было здорово. В общем, бурная молодость была. Как же в дальнейшем складывалась ваша карьера? Вот, когда я занялся уже микроэлектроникой, я сразу набросился. Ну, уже у меня были люди, у меня были ученики. На проблематику новую. И через буквально два года у нас были уже первые результаты в совершенно новом направлении. Мы сумели создать новую технологию по изготовлению и монтажу полупродниковых кристаллов. Абсолютно другая тема. Ничего вообще с приборостроением. Это микроэлектроника. И, в общем, ею заинтересовалось профильное министерство МЭП, заинтересовались другие министерства. Но я никуда не ушел, продолжал. И тут наступили новые времена. Перестройка. И я стал предлагать руководству на научно-техническом совете. Надо менять образ работы. Надо делать не то, что нам хочется, не то, что мы умеем, а то, что остро нужно. Но люди меня не поддержали. И тогда я создал первый в Литве научный кооператив, который как раз и взялся за то, что было остро нужно, очень сложно. Но никто за это не брался. И мы начали делать измерительные системы. Ну, например, на полупроводниковой пластине мы измеряли СВЧ-характеристики в диапазоне частот от 0 до 26 ГГц. Этого в мире никто не делал. А мы делали. Потому что, ну, так уж хотелось нам делать. И мы сумели это сделать. И тут посыпались заказы. У меня денег было. Вспоминаю. И в это время как раз меня вызывают прямо в Кремль, в военно-промышленную комиссию. И предлагают 150 миллионов тех настоящих рублей, которые были дороже. Тогда зарплата, наверное, 200 рублей, наверное, максимальная была у кого-нибудь профессора. Да, да, да. Тогда это было именно так. Но у меня уже было тогда 2000 рублей. А мог вообще получать любую. Вот. И предложили, значит, вот эти деньги для разработки этой технологии. Вот. Но сказали, в кооператив не дадим, только госкомпанию. И я 4 месяца потратил и создал государственное научно-производственное объединение. И уже с печатью Гербовой приехал в Кремль. А мне говорят, извини, парень, твои деньги уже потратили. Опять не повезло. Ну, вот я тоже согласен, что первая реакция не повезло. А теперь я говорю, повезло. Потому что, если бы я эти деньги получил, то жизнь бы пошла совсем по-другому. А так, меня пригласили работать в первое российское правительство. Первое российское правительство. Вот. Тоже как-то на первый взгляд очень случайно. Вот. Пригласили. И вот вечером, значит, я познакомился со своим будущим шефом. Поехали на дачу. Он был депутат. Вот. Но очень умный, молодой, изобретатель. Вот. Я ему понравился. Я ему рассказал про свою технологию. И он на утро, мы уже были у Силаева. Это был наш председатель совета министров. Пять минут, сказал он, у меня есть. Я говорю, за пять минут. Где доклада? Ну, на разговор. Через пять минут я говорю, могу только рассказать, вот, что я сделал самое главное в жизни. И вот я уложился. Он говорит, я согласен. И сказал, пожалуйста, чтобы я прошел все фильтры, которые они придумали. И надо сказать, что фильтры были настоящие. Я думаю, жалко, мне кажется, таких фильтров сейчас нет. Самый серьезный был фильтр. Это мы называли психкомиссия. Это сидели старые ученые, уже там за 70, пенсионеры. Все на тему мозг, психология, психиатрия и так далее. То есть люди, которые просто задавали любезно вопросы, ты отвечал на них. Через 15 минут ты был уже мокрый от вопросов. И ты чувствовал, как тебя разбирают на куски, потом на молекулы, рассматривают, складывают назад. И говорят, ты для новой России не годишься. Был такой энтузиазм. Люди так искренне трудились. Вот. Но я как-то прошел. Прошел. Вот. Всюду и было именное постановление. После этого я еще месяц думал, идти, не идти. Потому что у меня было все. Деньги, работа. Ну, что тут делать? Это нужно было из Вильнюса вам переехать в Москву. Да, да, да. Оставить семью. Да. И вот все-таки я решил идти. Вот. Непонятно почему. И решил идти в правительство в рамке замминистра инноваций. Вот. И в чем же заключалась ваша работа? Значит, моя работа заключалась... Ну, во-первых, хочу сказать, она была безумно интересная. Я был опять счастлив, как когда-то. Но уже от другого. Я безумно верил в Россию. И тем более сейчас верю, несмотря ни на что. Вот. Но у нас были две задачи. Первая задача – это мы должны в любое время дня и ночи, иногда за полчаса, иногда за час, иногда за больший срок, дать аргументированный совет Ивану Степановичу Силаеву, подписывать ему постановление, не подписывать, принимать такое решение, не принимать. Это было очень интересно. И у нас были свои внештатные помощники. А вторая задача была – собирать самые гениальные идеи, искать самых талантливых людей и создавать национальные программы инновационные. И мы это вот целыми днями и занимались. Я принимал каждый день 10-15 человек. Если я не успевал в рабочее время, я их тащил к себе в гостиницу «Украина» через речку. И там мы до ночи продолжали, так сказать, свои дела. Вот. И вот эта работа делала меня очень счастливым. Я работал как, я не знаю, как папа права. А были действительно интересные проекты, которые в настоящее время уже используются, ну, как повседневности у нас, как телевизор, там, или чайник? Ну, я бы сказал, некоторые проекты, когда я рассматривал тогда, уже даже устарели морально. Например, впервые в мире у нас были огромные плазменные панно. Мы могли тогда делать телевизор размерами там 5 на 6 метров и так далее. Вот. Но это не главное. Главное, что там были открытия, которые и сейчас актуальны. Например, с помощью маленькой батарейки можно было пробить толстую сталь, мгновенно сделать отверстие. Когда считаешь, сколько нужно энергии на это отверстие, и сколько энергии в батарейке, ну, не сходится. А факт есть. А почему это не пошло в тираж, в масса? Я могу сказать, что это была закрытая тема, и что с этой темой стало, я не знаю. Но я за это время рассмотрел 2000 изобретений. Примерно такая цифра была. Большое количество изобретений. Вот тогда меня как бы немножко наскучило изучать чужие изобретения. Мне сердце закололо, мне захотелось опять вернуться в науку. В общем, я не был рожден как чиновник, даже работы замминистра инноваций. И когда пришел, ну, когда Ельцин сделал премьером Гайдара, который объявил шоковую терапию, я понял, что мне пора уходить. Поскольку шоковая терапия означала геноцид русского народа. Я в этом деле участвовать уже не мог. Он прямо открыто заявил у вас в парламенте. И я ушел. Ушел тихо. Никто меня не искал. Хотя у меня был огромный авторитет у Бурбулиса, правые руки Ельцина. И у меня светило большое будущее, если бы я захотел. Так да, у вас хорошая была перспектива. Почему же вы покинули этот Олимп? Вот только потому, что я не чувствовал себя уже дальше счастливым. Я насытился. Я вырос вглубь. Вот. И второе, я не разделял вот эти либеральные взгляды. Нет. Большого ума не надо, чтобы сказать, ребята, вы свободны, делайте, что хотите. Вот. Народ-то к этому не готов. Поэтому это преступление, по сути. Вот. И я от этого шел. И я понял, что мне тут делать нечего. Вот. Я решил вернуться обратно в науку. Но не просто так вот вернуться опять. Хотя меня звали назад в компанию. Там, так сказать, я был нужен позарез. Вот. Я решил. После, кстати, ГКЧП. Когда было живое кольцо. И люди вот так стояли руками. Много. Много таких. Это 91-й год. Когда был путь. 91-й год. И я проходил через это живое кольцо. Через много этих слоев. Живой такой изгороди из людей. И я видел. Я чувствовал их энергетику. Я, значит, у меня все волосы на теле дыбом вставали от этой энергетики. Я понял, что я не буду больше жить, как я раньше жил. Ну, неплохо жил. Но не на пределе. Что я посвящаю свою жизнь вот этим людям. Которые пришли реально отдать свою жизнь. Вот. И, значит, вот я поставил цель. Целеустремленность. Цель. Найти вершину науки. И вы ее нашли? Ну, если забыть немножко о скромности. Я считаю, что нашел. Нашел. Расскажите, пожалуйста. Очень подробно говорить сейчас как бы сложно. С другой стороны, аудитория наша не подготовлена. Я постараюсь очень кратко так. Во-первых, я проанализировал. Какая у нас наука? Что это за наука? Вот. И мне стало понятно, что вообще науку грубо можно разделить на три такие составные части. Это такая как бы абстрактная или как инструмент. Это математика, логика и так далее. А вторая – это наука, назовем ее иерархическая. Физика, химия, астрономия, биология. То есть, каждый занимается своим неким, так сказать, иерархическим слоем. И они тоже там делятся еще на много-много... Органическая химия, биологическая химия. Там дележка такая пошла колоссальная, потому что не успевают все изучить. Каждый углубляется. Кстати, это ошибка. Вот. И, наконец, есть одна наука, на которую, я считаю, незаслуженно не обращают внимания. Это наука, теория системы. По сути, это шампур, на который все можно нанизывать. Это общая наука, как устроен этот наш мир. И это общее, что связует все в этом мире. То есть, наш мир является... Ну, создан по принципу системности. Один элемент в сложной системе сам является системой для более низкого уровня. Например, солнечная система, галактика. А дальше мы переходим тут клетки, молекулы, атомы. И пошли вплоть до там... Получается, сам человек тоже является системой, по сути. А как же! И какой еще сложной. Вот знаешь ли ты, тезка, что в человеке 30 триллионов клеток. И капилляры, по которым нужно кормить и, так сказать, обеспечивать жизнедеятельность каждой клетки, если их сложить, 100 тысяч километров. Представляешь? Нашу землю можно было опоясать несколько раз. И вот, когда я влез с головой в системы, и как мне говорили некоторые умные ребята, говорят, ты систематизировал системы. Вот. То у меня произошел переворот. Переворот внутри моих мозгов, которые там тоже были не слабые. Но тут у меня что-то понеслось. Смотрите. Во-первых, я пришел к выводу, что есть Бог. Я до этого был атеист. Ты что, не подходи ко мне. Я докажу, что Бога нет. Тут я понял, вот он. Без него это все невозможно. Я поясню свою мысль. Давайте. А мысль такая. Чем сложнее система, тем больше вероятность, что она долго не проживет. Слишком она беззащитна перед разрушением. То есть, что-нибудь нарушается в ней, и уже система пошла разрушаться. Это хорошо знают автомобилисты, у которых там что-то где-то вовремя не усмотрел. И мотор застучал. Ну, все мы знаем. Тот же человек. Если где-то что-то нарушилось, пошел цепная реакция. И мы разрушены. А этот мир такой сложный. Мегасистема. А он такой красивый. Он такой волшебный. И он существует. И поверьте, он будет существовать, может быть, всегда. Евгений Степанович, скажите, пожалуйста. Нам хватит. Почему? Потому что есть кто-то, кому это нужно, кто нас защищает. Я как-то увидел снимки, какие космические объекты несутся вот в космическом пространстве. Через то место, где наша Земля крутится. Это то, что нас за столько времени не уничтожили вот эти мучшие стероиды. Они уже тут не метеориты. Тут уже огромные тела. Нет. Не уничтожили. То есть, это такие косвенные доказательства. Дальше, что интересно. Дальше, что интересно. Я увидел, что мы не тем занимаемся. То есть, мы стараемся вот что-то делать. Берем какой-то элемент, начинаем его улучшать, улучшать. Ну, и он улучшается. А в то же время этот элемент входит в некую систему. Оказывается, если подумать, как использовать существующие элементы, как их правильно соединить, то есть, без особых затрат, мы получаем такой эффект, который несоизмерим с тем, что мы должны потратить, улучшая какой-то конкретный элемент. То есть, огромная сила держится в этом понятии системы образования. И вот тогда, тогда, да, ну, надо сказать, что такое система. Система – это совокупность каких-то элементов и связи между ними. Все. Если эта совокупность устойчива, то вот основное условие, но есть дополнительное. Они должны образовывать, ну, как я говорю, системный эффект. Нечто, то, чего не было ни у кого и ничего. И тогда появляются новые свойства и новые качества. Вот если это появляется, есть у нас система. Если это не появляется, это куча. Приведите пример, пожалуйста. Ну. Муж и жена. Это система. Да. Вот самая простая система из двух элементов. А плюс Б. Если А и Б, мужчина и женщина, создали семью, то первое, что у них, понятно, всем появляются – дети. И если система, ну, такая, как у нашего знаменитого Кадырова, он уже 12 детей сделал. Молодец. Дай им Бог здоровья. А вот тут сейчас на Западе появилась, ну, прямо сумасшедшая мода, нечистая сила. Мужики с мужиками, женщины с женщиной. Скажите, может появиться дети? Нет. Значит, сразу видно, что это противоестественное направление. Это бесовщина. Все. Вот. Это не система. Это от лукавого. Вот. Ну, а человек вот состоит из такой кучи всего, да? И эта система. И забегая вперед, мы, надеясь, дойдем до человека. Эта система настолько обладает фантастическими возможностями, что даже в самых смелых фантазиях нельзя, так сказать, угадать, на что мы способны. И вот религия говорит, что человек создан по образцу и подобию Господа Бога. Ну, я с этим не согласен. Почему? Ну, потому что Бог и мы очень не похожи. Это мы тоже будем разбирать, если Бог даст. А вот то, что Бог может все, а человек вроде как букашка-таракашка, ничего не может. Так я вам хочу сказать, что Бог может тоже практически все. Но вот наша с тобой задача, так сказать, дойти до этих вопросов. И показать даже людей, которые могут столько много, что вот мои слова, так сказать, не покажутся абсурдом. Системы, системы – это фантастическое направление для настоящей науки. И вот тут мы подходим к понятию истинной системы. А в чем их, так сказать, особенность, и почему я всю свою жизнь дальнейшую иду вот с этим флагом, на котором написано – истинной системы. Потому что мне, Богу было угодно дать информацию, и я теперь как бы сам себе не принадлежу. Я должен осуществить эту миссию. Вот, истинной системы – это особый, как бы иррациональный даже, можно сказать, случай. Вот, можно воспользоваться вашей доской. Я чуть-чуть порисую. Значит, вот, значит, у любой системы есть две стороны медали. Я даже попробую нарисовать медаль. Вот она повернута таким образом. Вот это вот, у медали бывает грань такими, значит, заштрихована. И вот система очень простая. А, там, допустим, Б, там, С, вот три элемента. И назовем А, Б, С, Д. И нарисуем для пущей важности связи между ними. Так, 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 это абстрактная картинка. Мы не будем ее как-то расшифровывать. Просто, чтобы было понятно. Четыре элемента. Вот эта система обладает какими-то свойствами. Эти свойства – это другая сторона медали. Другая сторона медали. Мы ее тоже как-то изобразим. Допустим, вот, свойства первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, ну, там, и так далее. Значит, эти свойства мы можем изобразить в виде некой гистограммы. И в качестве опорной точки, пускай она будет где-то здесь, это единица. И, значит, мы рассматриваем все свойства в сравнении с их теоретическим пределом. То есть, вот, у КПД теоретический предел 100%. Это мы все знаем. Значит, вот, мы должны нарисовать какую-то реальную, так сказать, связь показать с теоретическим пределом. И если мы все эти коэффициенты, коэффициенты, параметры в виде коэффициентов, нормируем относительно своих теоретических пределов, у нас получаются нормированные параметры, у которых принимают значения от нуля до единицы. Вот. И изображаем. Так вот, у реальных систем, у реальных систем эти значения не превосходят, не превосходят 0,3. Я не встретил других. И вот этих систем, этих параметров может быть много. Даже у кирпича я насчитал 22 параметра. И если мы их все изобразим, они все меньше 0,3, некто совсем маленькие. Вот. Теперь мы можем ввести коэффициент качества. Это не я придумал, это известно. Коэффициент качества равняется произведению нормированных, возьмем со штрихом, этих коэффициентов. От 1 до некого n. Вот. У кирпича 22. n было бы 22. И мы понимаем, что если мы чисто математически коэффициент качества вот посчитаем, то у нас эта цифра стремится к нулю. И если мы здесь что-нибудь изменим, моментально изменится вот эта картинка, параметр. И будет тоже стремиться к нулю. Но в любом случае будет стремиться к нулю. Если мы один параметр увеличиваем, другой где-то обязательно будет падать. Качели, компромисс. И это, это, я теперь называю ошибочные системы. Вот то, что нас окружает, то, что человечество создало за столько лет, за тысячи лет, это технический мир. Так называется официально. Так вот, мы создали ошибочный технический мир по той причине, что коэффициент качества практически ноль. А это произошло, не знаю. Видно, Богу так было угодно. Люди не понимали этого. И до сих пор не понимают. Вот для чего мы создали эту передачу? Чтобы мы рассказали, обратите внимание, пожалуйста. Вот бухгалецу дали эту информацию, нужно теперь проверить ее. Может, те решения, которые принимались человечеством в прошлом, они принимались поспешно, либо в условиях войны, либо в условиях выживания, нужно было создавать какие-то преграды? Я теперь верующий. Я в это не верю. Я верю в то, что все, что не делается в этом мире, даже вот волос моей головы, без воли Бога не происходит. Просто люди не привыкли еще к этому. Надо пройти вот мою жизнь, запудрить мозги. Может быть, общество должно было подойти к такому моменту, как сегодняшний день, чтобы открылись эти тайны? Вот это, скорее всего. Потому что я, считай, 20 лет закопался после Олимпа, закопался в песок и доказывал сам себе, прав я или не прав, что вот это работает. И я уехал обратно в Литву. И там, значит, так сказать, доказывал, доказывал. Более 100 сделал истинных систем, придумал. Только некоторые реализовал, потому что время такое наступило. Так и что же такое истинные системы? О! Истинные системы, когда, вот назовем, это когда каждый коэффициент, каждый коэффициент равняется единице. Нереально. Никто из тех, кто занимается системами, есть же специальные институты, Академия наук имеет целое там, они говорят, нету никаких истинных систем. Есть только оптимальные системы. Ты приходишь к нам и говоришь, вот этот параметр мы хотим побольше, этот тоже побольше, этот побольше, остальные нам все равно. И мы тебе найдем такую систему, которая удовлетворяет твоему критерию оптимальности. Это эксперт говорит. Это все специалисты говорят, потому что созданы институты оптимальных систем. Это, ну, когда я пошел получать рецензию, вот, мое открытие опубликовано вот в этом журнале, в этом журнале, в 95-м году. Можно посмотреть. Меня посылали на все буквы алфавита. И только один член Кор, то есть Советской еще Академии наук, меня гонял по разным книгам, включая Библию. И в конце концов согласился, что это безумно просто, но это правда и это ново. Нету такого. Вот. И он мне от руки написал рецензию, и я пошел в рецензию. В это время коэффициент качества у всех ошибочных систем, а других у нас нет. Потому что истина одна, все остальное ошибка. У них почти ноль. Это можно изобразить, тоже можно изобразить. вот у нас истинная система. К равняется единице. А вот это вот, белый шум. Белый шум, истинная система, это дельта-функция на фоне белого шума. То есть, ее свойства феноменально лучше, чем любые другие, вот обладают другие системы. Значит, почему эти системы как бы не обнаружены были ранее, и никто на их внимание не обращал. Потому что коэффициент качества – это интегральная характеристика. А мы живем в мире простых характеристик. Мы не занимаемся вот этим делом. Но, оказывается, человечество давным-давно уже изобрело некоторые истинные системы, но в силу вот чего-то такого, систематизма их, они не обратили внимания на ту экстремальную характеристики. Это же экстремальная характеристика. Это немыслимая разница. Просто немыслимая. Тут разница на 6-7 порядков коэффициент качества. А вот отдельные коэффициенты, отдельные коэффициенты истинной системы и это, я больше, чем в 20 раз как бы не встретил. То есть, в 20 раз некоторые параметры могут отличаться. В 20 раз. Ну, приведите пример. Пример, например, такой. А, самый яркий пример. Колесо. Ведь, смотрите, человечество, тысячи лет таскало груз. Это он весит. Вот мы тащим его туда. И вот здесь работал коэффициент трения. Трения, скольжения. И когда у нас на улице зима, там лед или снег, то это коэффициент небольшой, и нам это дело с рук сходило. Но как только лето, это грунт какой-то, тащить было крайне тяжело. И, в общем, это неудобно. Вот. И вдруг кто-то, до сих пор никто не знает, кто это, придумал колесо. и теперь груз тащить стало очень легко, потому что у нас теперь коэффициент трения скольжения, качения, извиняюсь. Вот тут было скольжение, а тут у нас качение. Он как раз 20 раз примерно меньше. и если у нас идеальная поверхность и точно сделанное колесо, это совсем другое дело. Вот. И есть еще один пример. Современный бой. который все тоже знают, особенно женщины, это, так сказать, раньше пытались инженеры в Англии механизировать шитье. И они использовали ту иголку, которая все знают. У нее отверстие находилось сзади. Вот. И теперь представьте, как мы шьем. сколько мы делаем движений? Надо попасть в нужную точку, перехватить иголку, натянуть нитку, развернуть, опять попасть, опять перехватить, натянуть. И все это вручную как-то еще получается. Но как только начали это все механизировать, то нитка скручивается, сопротивляется перемещению, рвется. И это аппарат, который был по существу сделан, несколько экземпляров, это по существу первые роботы. Он рвал нитку, эта вся система не хотела работать. А если даже заработал, сегодня бы японцы сделали бы такой робот. Легко, они уже там на скрипке играют, что им такую нитку. Тогда мы говорим, а смотрите, сколько, какая избыточность манипуляций, а какое неудобство, нитка быстро кончается, надо опять по новой заправлять. Боже мой, что это за жизнь? И придумал Зингер, правда, говорят, что это не он придумал, ну и бог с ним, что иголку надо сделать отверстие здесь. Посмотрите, какая простота. Просто перенести отверстие с одного конца на другой, но система-то образуется с ниткой два элемента, ну и еще ткань, извините, там элемента три-четыре. Вот, но философия в чем принцип, что впереди раньше шла нитка, иголка, тащила за собой нитку, а теперь впереди идет нитка, а иголка только ее поддерживает, она вспомогательна. И вместо этих безумных движений у нас осталось колебательное движение, такое возвратно-поступательно называется, ну два-три миллиметра, все, пошла. Ну, появилась, правда вспомогательна нитка, которая перехватывала первую на том конце. Ну и что? Но сразу получилась примитивная швейная машинка. Есть такие швейные машинки в виде степлера, они на весу позволяют обшивать край ткани. Если раньше приходилось... Революционный переход, а все началось с обычного философского такого взгляда, такой, какой-то такой вот логический скачок через бесконечность. Надо всего лишь перенести отверстие. И поэтому патент был очень прост. Из одного пункта, из одного явления, что отверстие здесь попробуй его обойти. Вот. и тем не менее, все остальное... Ну, там еще есть, есть, есть еще такие подобные вещи, но что я хочу сказать, что истинные системы очень просты. Что отсюда следует? Что авторы всех будущих истинных изобретений должны понять, что их не будут слишком высоко котировать общество, потому что общество не любит простоту. Оно ценит сложность. Обратите ваше внимание. То есть нас ждет такая судьба, ну, как говорится, без особых помп. Вот. Это раз. Второе, что несмотря на вот эту безумную простоту мышления, путь к истине крайне сложен. То есть истина проста, а вот путь к ней очень сложен. Я не постеснялся после всех моих этих мыторств вот уже в современные годы, в прошлом году опубликовал статью, где перечислил, перечислил свои истинные системы и перечислил и назвал, открыл методику, как нужно изобретать теперь или по сути искать истинные системы. Очень простая методика. методика первая постановка задачи. Постановка задачи. Очень важный момент, потому что правильно постановка задачи иногда 90% решения задачи. Бывает так, есть заказчик, есть некий исполнитель, заказчик требует вот так и так ему сделайте то и то и люди делают получается ерунда какая-то. Умный исполнитель вникает в задачу целиком от а то я. И в конце концов бывают случаи и довольно часто, когда он говорит заказчику парень, извини, но ты не того хочешь, надо вот это хотеть, в чем дело, я лучше знаю, да нет, ты хуже знаешь. Вот меняется задача, вместо сложных каких-то дел, она упрощается и вообще получается совсем другое, чем он хотел. У меня есть небольшая ремарка, у нас юриспруденция называется определение потребности, то бишь изначально ты определяешь потребность, что же действительно нужно, а потом уже постановка задачи. Совершенно верно. Так вот, постановка задачи очень важный момент. Второй пункт, ну тут неважного ничего нет, это достижение состояния ясности. когда мы постановку задачи сделали, мы теперь должны на физическом, на любом другом уровне настолько проникнуть в эту задачу, что нам теперь понятно, почему вот в этой сфере, вот возле этой задачи все происходит так, как происходит. Ты можешь объяснить любой параметр, почему вот у них параметры такие, почему не другие, почему у этого решения такие характеристики, у этого такие, то есть ты понимаешь задачу глубоко, на физическом уровне. И только после этого, когда ты понял все причины, по которым что-то происходит, это один англичанин Фрэнсис Бэкон сказал, истинные знания, опять же слово истинные, это знания причин. Это вот как врач, если ты пришел к врачу и он определил диагноз, что у тебя не в порядке, тогда он излечит, потому что он знает, что лечить. А если у нас до сих пор вся эта двигатель строительная отрасль не понимает, как работает двигатель и нет прогресса, вот так строят, вот так. Сейчас вот компания японская Infiniti придумала двигатель с переменной степенью сжатия. Он вообще безумно сложный стал. Зачем? И дорогой. Поэтому увеличивая стоимость автомашин. Чего там только нет. Потому что они не знают, как он работает. Поэтому никто ничего сделать не может. Они его делают трехлитровые, пятилитровые. они все равно хоть обещали, что больше ничего делать не будут, потому что уже дошли до края. Продолжают делать и получаются такие уроды еще хуже, чем были старые двигатели. Пример. Прямой впрыск бензина в камеру сгорания. Mitsubishi потратила кучу времени. 14 миллиардов долларов. По сути стала банкротом. Продала контрольный пакет. Всем продали лицензии. Все стали производить. И только сейчас, через много лет, увидели, что этот двигатель выдает столько твердых частиц, Евро-5 получилось, но в Евро-5 не было твердых частиц, что дышать невозможно. И никто ничего сделать не может, потому что вложили деньги. И зеленые орут, мы тут никто ничего не говорит, я написал статью, никто не публикует, боятся. То есть, понимаете, когда у людей нет понятия, то можно делать только уроды. Так вот, ясность, без этого ни шагу вперед. И, наконец, очень интересный момент. Нужно найти, я назвал это точку зла. Некоторым не нравится, видят слово зло, и уже им не нравится. А что это такое, как не зло, когда, по сути, преступление происходит, когда выпускают таких уродов. Точка зла, найти точку зла. Что это такое? Это самое слабое место в этой системе. Ну, грубо говоря, вот, какой-то элемент или какая-то связь, ну, самое слабое. И если, вот, например, у стекла есть точка, куда слабо так, каким-то легоньким острым предметом, тюк, и оно рассыпается. А если ты бьешь в любое другое место кувалдой, оно не рассыпается. Вот это точка зла. Критическая точка. Да. Вот это критическая точка нужно найти и сказать, я ее нашел. Почему? Потому что она влияет на все. И основная беда в этой вообще системе, в этих ошибочных системах. А дальше, вообще смешно, значит, эта точка зла является неким кончиком нити, кончик нити, за который нужно потянуть. И весь клубок распутывается автоматически. Вот дедушка Альтшулер, который придумал трис, наверное, бы меня по головке погладил, потому что он придумал трис, который в конце концов стал очень сложной наукой. Его изучают полгода, серьезные, с высшим образованием люди. Это такой интеллектуальный конвейер, где надо пройти по очереди, проверить все эффекты, явления, приемы, чтобы где-то, где-то закоротило в мозгу, и ты сказал, вот, давай будем делать так. Они до истинных систем не додумались, у них есть идеальный результат, но чаще всего они его не достигают. Чаще всего. Потому что идеальный результат, по сути, есть истинная система. А как ее найти? И это очень сложно. Это очень сложно. Здесь же это метод, я еще его называю метод правильных вопросов Сократа. Сократ Сократ в свое время был самый умный человек на земле. Его так признали. За что? Он умел задавать правильные вопросы. Правильный вопрос содержит в себе ответ. И вот это и есть настоящая логика, истинная логика, когда ты быстро-быстро тянешь, задавая вопросы, и тут же находишь ответ. Отсекаешь все ненужное, идешь напрямую. именно за счет чего это получилось просто? Именно за счет того, что все характеристики экстремальны. И поэтому малейшее отклонение от экстремума ты отбрасываешь. А они вот вынуждены во всем поле работать. А мы идем только вектор к верхушке и очень быстро приходим. Я должен признаться, что вообще-то я не планировал вот так как-то рассказывать, объяснять. Почему? Потому что я считаю это бесценное сокровище, которое должно принадлежать России только. Это наш секрет. Вот. А потом, когда я опубликовал это здесь, люди мне пишут и говорят, мы не можем воспользоваться методикой, научите нас. Я говорю, как? Я все раскрыл. Нет, не можем. Учите нас методики или пишите подробно все. И я понял, что выход из этой ситуации не страшно. я открыл то, что можно было открыть, чтобы люди вообще обрадовались, что у нас такая перспектива. Почему перспектива? Поймите, мы конкурируем со всем миром. Со всем миром мы конкурируем. Каждая фирма знает своих конкурентов. Внутри у нас конкурентов грубо говоря нет. У нас ВАЗ, ну кто у него конкурент? Никого. Но ВАЗ уже по сути не наш. Значит, мы должны создавать другие ВАЗы, наши, которые будут делать машины, которые на голову превосходят то, что сейчас выпускает весь мир. И никто не захочет больше покупать ничего другого, только наши машины. и так все. Все. Понимаете, любой предмет, любая вещь, начиная от гвоздя или спички и кончая космическими кораблями. Поскольку я молодой, могу сказать, что нынешнее поколение испытывает проблему с жильем. Решение существует истинное? Конечно. Есть возможность сделать дома намного дешевле и намного лучше. И вообще без всяких канализаций, шматься и прочее. Это отдельная тема. Каждая тема будет рассматриваться в отдельности. Я надеюсь, люди будут интересоваться, будут спрашивать. И мы по очереди будем эти задачки решать. Не стесняйтесь задавать ваши вопросы. Сейчас я хотел еще на одну сторону обратить внимание. Мы тут пока говорили о каких-то параметрах, о технике, о техническом мире. Но истинные системы, они не ограничены только техникой. Мы говорим, что истинные системы решения любых задач, любых систем, в том числе тех, которые связаны, ну скажем, просто с жизнедеятельностью человека. Ведь мы говорили про семью. Это минимальная ячейка общества. Семья. Правда, самое главное. Если есть у нас здоровые семьи, у нас есть государство крепкое. Но дальше идут всякие там города, регионы, области и, наконец, государства. Я смело утверждаю, что безумно ошибочные дела творятся на этом уровне. Безумно ошибочные. Мы не собираемся здесь предлагать революционный метод. Нет. Потому что любая революция – это дьявольщина. Это кровь, все. Это ошибка тоже. Это отлукавого. Мы просто будем решать эти задачки, объяснять, и люди сами должны захотеть. Другого пути нет. Все верно. Наша задача показать. Потому что люди не знают, и они не знают, чего хотеть. Если они будут знать, чего хотеть, они начнут хотеть. А тут уж как-нибудь с правильной помощью. Начнут правильно хотеть. Да. Поэтому мы будем параллельно, надеюсь, решать технические задачи и как-то, как-то с неким отставанием, но делать это в металле, показывать, что вот оно работает. Это не просто были слова. Но некоторые вещи, конечно, настолько физически прозрачны, что просто смешно. Сразу понимаешь, что это отлично будет работать. И по мере необходимости будем объяснять все вокруг. Все. Нету ни одной загадки. Хочу сказать зрителям, что помимо теоретической передачи, у нас еще будут практические, где мы с Евгением Степановичем будем вам показывать в реальном времени в помещении специально, как мы реализуем эти истинные системы на тех же самых тренажерах и так далее. Да, Евгений Степанович, продолжайте, пожалуйста. Ну, а собственно говоря, я уже как бы подошел к некому финишу для первого раза, что мы что показали? Ну, вы нашли вершину науки, ею оказалась истинная система. Они позволяют России за очень короткий срок стать мировым лидером. И для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы люди жили достойно, люди были счастливы, и чтобы Россия могла себя не дать в обиду и защитить невинных, слабых на земном шаре. Как сейчас она пытается делать, не будучи очень сильной. Но у нее неплохо получается. Во главе нашего государства. Но, тезка, если бы мы были уже сильны, никто бы даже не рыпнулся. Всему свое время. А так приходится спасать там, понимаешь ли. Скажите, пожалуйста, у вас же были наверняка предложения, вы подходили кому-то из государственной власти, куда-то там обращались. Какие были результаты? Результаты такие. это вообще отдельный разговор. Ну, раз уже такой вопрос возник, скажу. Я просто не узнал Россию. Я же уехал опять в Литву и там, говорю, закопался и работал. и когда я увидел, что все, я опять вернулся и уже 7 лет как раз пытался все это предлагать соответствующим людям. И Госдума там, и Совет Федерации и просто стал спрашивать, ребят, а кто у нас в России государственник? И кроме Путина мне никого не смогли назвать. Ну, до Путина далеко, высоко. Путь сложен. С кем разговаривать? Не с кем. Я пытался. Тут же начинают как бы тут на свой карман повернуть все. Понимаешь? Ты можешь придумать что угодно. Ты всем рассказываешь, пытаешься объяснить, а тебя слушают и тишина. Я вот в этом журнале «Двигатель» опубликовал в 92-м, 93-м, 94-м годах серию статей про свои свечи, зажигание, которые дают фантастические результаты. Но это мизер. Но я показал все причины, почему плох существующий двигатель, на котором, так сказать, ездит весь мир и вообще вся экономика строится на двигателях. Какой был результат? А результат был такой, что два старых профессора прислали в редакцию журнала возмущенные письма, два, где условно говоря, ну не условно, а коротко говоря, резюме такое. Как вы, ребята, посмели опубликовать то, чего нет в книгах? Ну, что это, маразм? Уже маразм. Дальше. Четыре или пять человек, встретив меня случайно, говорили, это вы тот самый бугоец, который вот это написали? Я говорю, да, спасибо вам большое. Вот, особенно один, кто работал 30 лет в промышленности, ведущий конструктор, главный конструктор по двигателям. Он сказал, я 30 лет проработал и только сейчас, благодаря вашим статьям, понял, как работает двигатель. Понятно, да? Но меня понимают те, кто ничем помочь не может. А те, кто могут, не понимают. А если они хотят проверить, вот, прав я или нет, они куда обращаются? Так называемым специалистам. А что специалисты? А специалисты говорят, это все чушь. Все чушь. Это у нас будет, надеюсь, отдельная передача, посвященная проблеме двигателя. Я думаю, там будет очень людям интересно, кто в этом деле, так сказать. А как вы относитесь к электродвигателям? К электродвигателям я отношусь хорошо, но они должны быть далеко от человека. То есть, идея создания электромобилей трагическая. Это даже не ошибка, это трагедия. Почему? Потому что двигатель современный, а современный двигатель называется вентильный. В чем его смысл? У него ротор содержит постоянные магниты мощные, а статор содержит катушки, на которые подаются импульсные мощные токи. Там сотня ампер ток. И этот двигатель излучает колоссальное электромагнитное поле от нуля до единиц герц, гигагерц. Это поле содержит такие зоны частот, которые крайне вредны человеку. Их спасает то, что этот вред ну такой скрытый, латентный. То есть человек сразу не реагирует на него. Он не чувствует, но вред происходит. Это как отравлять маленькой дозой яда. Сразу не отравили, но этот вред накапливается, накапливается, и потом человек умирает. Так вот здесь есть только один способ что-то доказать. Есть так называемое биополе человека. И есть аппараты, которые позволяют его измерять. И мы проверяли. Постоит человек с мобильным телефоном, минуту поговорит, и в биополе появляются провалы, всякие неровности. Это поле нездорового человека. А потом двигатель еще страшнее, просто страшно. Поле искажается. Теперь этот человек на энергетическом уровне болен, а за энергетическим уровнем идет физический уровень, и он заболеет. В Китае, вот в Китае, в Шенчжене местные таксисты, они уже два года ездят на электромобилях, они же бегут быстро, китайцы, молодцы. Но вот они попали. Значит, китайские водители такси стали жаловаться на головные боли и на выпадание волос. Это только начало. А потом начнется белокровие, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь, потому что я уже сказал. И все, одна газета написала и сразу перекрыли кислород. Все. Значит, этим надо серьезно заняться. Как у нас ученые занялись ГМО и доказали, что нас ждет бесплодие и всякие прочие несчастья. А я об этом еще в 95-м году говорил. Что вы ребята прете, где ни черта не понимаете. У вас ясности нет, а вы занимаетесь этим. Еще неизвестно, какого джина вы выпускаете из бутылки. Но коммерция, слава и прочие дьявольские собамы. Я думаю, что по поводу ГМО, по поводу двигателей, автомобилей будущего мы с вами поговорим в следующей передаче. Сегодня наша передача посвящена именно истинным системам. стоит ли этим заниматься? Я вам скажу однозначно, что стоит и полностью с вами буду вас поддерживать от начала и до конца. Скажите, пожалуйста, какие же вы все-таки цели ставите перед собой лично, перед нашей передачей и в принципе перед нашими единомышленниками, теми людьми, которые примут ваши учения и пойдут с вами? Ну, очень хороший вопрос, спасибо за него, потому что без этого вопроса, как бы не очень понятно вообще зачем тут все. У меня в жизни цель, когда я начинал, я еще не знал цели, но я знал одно, что надо идти только там, где самая крутая часть горы, не плыть по течению, плыть против течения, там, где родник, источник. Вот, я подошел к этому, так сказать, вот вплотную, вплотную к цели, после службы в первом правительстве России, я вырос и увидел, вот, вот, надо вообще задрать планку до предела, я же ученый, вот тебе вершина науки, и я надеюсь, меня нормальные люди поймут, что это действительно вершина, потому что неважно, в какой области это все, там везде есть истинные системы, и нам хочется жить на предельных возможностях, а не на каких-то там белом шуме, правда? Так вот, цель это успеть с одной стороны сделать, реализовать как можно больше истинных систем, самых актуальных, самых невероятных, которые уже никто не верит, так же, как в новый двигатель, а есть еще электродвигатель, нажатом в воздухе, магнитный, там люди тоже работают. Тренажеры для организма? Да, ну, без счета. Я говорю, самые актуальные, самые полезные темы хочу успеть сделать. Сколько мне Боженька отпустит? Второе, чтобы эти знания, вот эти вот философские, концептуальные, стали достоянием всей нашей российской общественности, несмотря на все вопли, которые будут, я знаю, эти вопли будут, вот, лженаука и тому подобное. И чтобы молодежь, заразилась этой хорошей болезнью и, так сказать, пошла. А я знаю, что предложить молодежи. Сегодняшняя молодежь очень интересуется автомобилями. Ребята, для вас мы сделаем новый двигатель и новые автомобили. Вот, и нам вообще понадобятся молодые таланты, потому что я посмотрел, что творится в Сколково, в других местах. дурдом, дурдом, обидно. Вот. Кстати, мне до сих пор непонятно, как самые высокого ранга чиновники в открытую говорят, нам новый двигатель не нужен. Их все устраивает. Вот сложившаяся ситуация в мире их устраивает полностью. Они на этом зарабатывают. Ну, не знаю. В общем, это ненормально. Вот. С одной стороны, все хотят, чтобы мы продавали на Запад не уголь, нефть и газ, а некие продукты хай-тек. И чтобы у нас они покупали. А я говорю, чтобы у других не покупали, а покупали только у нас. А с другой стороны, это нельзя, это нельзя, это нельзя. А что можно? Смешно. А вы думали по поводу создания некой общественной организации, куда мы приглашали бы молодых людей, которым мы рассказывали, что вот совместно с нами и нашим учением вы можете изменить хотя бы свой внутренний мир, свое окружение вокруг вас, отказаться от непонятных каких-то вещей, употребления вечерних алкоголя, дискотеки и прочие моменты, а вместе с нами создавать, я не знаю, велосипеды, мопеды, все что угодно творить, создавать? Ну, вопрос этот тяжелый, тяжелый в плане организационном, молодежи много в России, в одну кучу их не соберешь, а вот как-то, как-то такое мероприятие, ну, типа форума, все равно надо организовывать, потому что все, что не организовано, не живет, без организации ничего не делается нового, даже с организацией часто плохо делается, а уж без организации вообще не живет, но это сложный вопрос, его надо очень хорошо обдумывать, тут нужно постановку задачи сделать и достичь состояния ясности, и тогда пойдет. Мы посмотрим, какой эффект будет от первой передачи. Главное, как к этому, вот к этой информации отнесутся ребята, если они скажут, ура, хотим, значит, начнем двигаться, начнем двигаться, потому что очень все изменилось, очень все меняется, и надо, ну, как это, не спешить. Евгений Степанович, ну, мне бы хотелось все-таки вот еще о чем поговорить, поскольку время нашей передачи еще позволяет, поговорить о духовности. Как вы ее себе видите, вот, как вы это понимаете? Ой, это вопрос, который бы хотелось, ну, как это говорят, не мимоходом решать, и не мельком, и не сразу, но я и в этом вопросе считаю, увидел то, чего другие не увидели. Вот, давай остановимся на духовности, так? Вот, если взять разные словари толковые и почитать, духовность, что это такое? Ну, все пишут по-разному, но смысл один, в нарушении всех законов определения чего-то через что-то должно быть так, общее сложное понятие определяется через более простые и понятные, да? Тут же не получается у авторов и в интернете, и в википедии все то же самое. Духовностью называется некая доброта, некая бескорыстие, некая и так далее. Теперь я спрашиваю, а бескорыстие что такое? Ну, это духовность. То есть, равновесные понятия не могут употребляться для раскрытия какого-то понятия. а если бы даже и были бы эти понятия таким образом как-то раскрыты, это все равно неправильно. Не не это духовность. Вот. Здесь мы не будем рассматривать корни, но я скажу коротко, как это дано мне понять. человек иногда заботится о себе лично, о своем эго, о своем теле, и это нормально. И здесь мы походим так сказать, ну, на зверюшек, все это едино. У нас, у них. Вот. А что такое духовность? Это когда мы что-то от себя, от любимого отрываем и кому-то отдаем. Или дарим, или жертвуем, или, ну, не важно как и что, но от себя кому-то. И при этом человек дающий получает удовольствие. Ну, никто до этого не додумался. А это именно квинтиссенция понятия духовности. То есть ты отдаешь и тебе это приятно. Как будто ты себе взял. А на самом деле, вот, автомобилист, вот я еду по главной дороге. Час пик. Тут второстепенные дороги, люди стоят, тоже хотят ехать, но их не пускают в общий поток. Каждый думает, а что я буду пускать? Я же спешу домой. И так думает, допустим, все. Вот это бездуховное мышление. А духовный человек раз и остановился, и пропустил одного, потом где-то еще пропустил кого-то. И так каждый в этом общем потоке впускает со второстепенных дорог людей, которым тоже надо ехать. И что замечательно? Человек, который вот ты впустил его, ты получил удовольствие. Тебе приятно, что вот этому человеку ты помог, что он тоже попадет к семье. А ему тоже приятно, что нашелся хороший человек, который впустил, и он тебе там сигнальчик подает, если он культурный, благодарность. И тебе приятно, и ему приятно. Уже приятно двум людям. А поступочек это плевый. А радость может быть хорошим настроением на целый день. От мелочи. Вот она духовность на самом низком уровне. А где вершина духовности? А вершина духовности, когда люди отдают свою жизнь. Ну, пафосно за родину, за Сталина, или просто за своих товарищей, которые вот, понимаешь, вот совсем недавно в Сирии один молодой офицер ведь сознательно отдал свою жизнь. В наше время, когда тут все в кайф, а он отдал свою жизнь. И как это подняло людей, наших людей, и как испугались на Западе эти недолюди. Почему? Они подумали, а как с ними воевать, если они жизнь могут отдать, начали их не победить, вот она духовность. И она проявляется многолико, бесконечно, но смысл всегда один. Ты отдал, и тебе хорошо. Если ты что-то отдал, и тебе нехорошо, это корысть. Ты что тут с дальним прицелом сделал? Вот чем отличается духовность от корысти, что любое дарение не преследует никакой корысти, а только одно, тебе приятно, что ты ему сделал хорошо. Вот. И ну дальше продолжать не будем, у нас будет посвящена отдельно передача, наверное, что такое сущность человека. Но согласитесь, вот я просто хочу подчеркнуть, вот ты зацепил очень важный вопрос. Понимаешь, вот все слышали, видели, что нету этого, что это очень важно. Я утверждаю, если бы я этот путь не прошел от сопливого деревенского пацана, не прошел бы, не дошел бы до истинных систем, не получил бы те знания, которые я все время получал сам, я бы до этого не дошел бы никогда в жизни. Ведь это у всех на глазах, а никто сформулировать не может. Никто не может. Даже в храме не формулируют. Там что-то вокруг да около, но не точно, а нужно нам точно. Потому что если мы все объясним точно, я уверен, что народ начнет меняться в лучшую сторону, потому что ему нужна чего? Ясность. А ее нет. Тогда давайте разберем, что такое же сущность человека. О! Да, ну если только коротко. Сущность человека, она, образно говоря, ну если так крупно, мазками, такая же, как у любого живого существа. утверждаю вопреки догмам нашей любимой церкви. Мы состоим из трех, так сказать, неких составляющих. Одно составляющее это мы есть тело, ну как я говорю, зверюшки. На самом деле это не точно. Тело. это я, эго. Вот. Вторая составляющая как раз душа, где духовность это ее проявление этой души. Третья составляющая это разум. Если это нарисовать образно, если это нарисовать образно, то получается вот такая вещь. вот тут я, а вот тут душа, а вот это разум. И вот у нормальных людей, так сказать, мы не можем заглянуть в душу каждого, вот эти вещи, это дуальные вещи, это противоположности. Тут все для тебя, а это вот все не для себя. Вот. А разум, разум, он находится посередине и начинает служить или этой сущности, или этой, в зависимости от того, кто победил. Если эти качели вот так наклонились, разум служит тебе, и это может получиться злой гений. Вот я считаю, что Владимир Ильич Ленин очень напоминает злого гения. А вот это человек, который становится все духовнее, духовнее, в конце концов, он становится святым, и он долго живет, его мощи нетленные, ведь это же все известно. Но как-то вот так вот в голове ничего не складывается, а почему нетленные мощи, а почему он долго живет, а его не берут микроорганизмы, они же нас разлагают и вообще утаскивают на тот свет, потому что это был божественный замысел. Человек, который становится все более духовным, у него меняются частоты внутренние, его клетки вибрируют совсем с другой частотой, а эти патологические разрушающие микробы, они совсем с другой частотой, они просто все погибают в этой среде, ну это если так совсем грубо на пальцах, но вот он человек и точно такая же картина и у животных ничем не отличается, только разума поменьше, духовности может быть поменьше, а я утверждаю, у некоторых животных духовности бывает больше, чем у некоторых людей, да, это же известно, как сказал, кто же это сказал, по-моему Вольтер, французский философ, какая нищета мысли считать, что животные лишены чувств и разума, вот, и это вплоть до вирусов, а вирус, у него даже клетки нет, это комок белка, но он живой, и там у них коллективный разум работает, и еще как работает, а растение тоже живое, подсолнечник, за солнышком идет, разум работает, цветочки открываются, закрываются, разум работает, вот с духовностью напряженка, но кто его знает, мы просто плохо изучаем, нам запретили думать, что там есть духовность, если освободиться от этой путы, может быть, ученые найдут духовность у растений, я не знаю, но только в философском смысле этого слова, не в том, которое написано, а вот вы говорите, что перевешивает одна шкала, там, вторая шкала, там, духовность, личность, или там, а при помощи чего это происходит, какие там должны быть перевесы, я понял вопрос, а при помощи вот чего, что является вообще стимулом любой жизнедеятельности живого существа, стимулом является выживание, нет, постоянное стремление к максимуму собственных удовольствий, то есть удовольствие тоже в системе живых существ является тем шампуром, на который тоже все нанизывается, это тоже божественный замысел, как боженька мог заставить какого-то человека, животного что-то делать, только наделив то, что нужно удовольствием, вот Фихтвангер говорил, у человека есть 7 удовольствий, он имел ввиду эти физиологические, это кушать, пить, освобождаться от скушенного, освобождаться от выпитого, потом спать и секс, а что-то седьмое я уже и забыл, потом пошли удовольствия такие, типа, это я говорю сейчас про тело, вот, значит, лень, у животных нет цели в жизни, они ничего не хотят делать, если поели, все, он начинает просыпаться и что-то делать, когда он стал голодным, правда, а так лежит и спит, вот, лень, дальше, дальше, есть еще там парочку таких удовольствий нейтральных, психологических, это, например, вождизм, да, горилла такая, да, удовольствие, быть вождем стада, дальше, кому-то помощь оказать, да нет, это уже другая сторона, вот, а потом идут удовольствия на вот этом, на этой доске, которые, извините, идут от лукавого, от дьявольской, этой темной, нечистой силы, значит, у соседа сдохла корова, а мне радость, правда, кто-то там чего-то плохое, ему радость, кого-то убивают, а кому-то радость, что там по телеку сейчас показывают, криминал, молодые девочки убивают и снимают там на телефон снимают, кошек, собачек, это что, это уже не люди, они уже переступили порог человеческий, это дьявольщина, потому что здесь у нас Бог, и мы к нему должны стремиться, а здесь другая крайность, только одно могу сказать, не думайте, что черт появился сам по себе, его тоже создал Бог, только с одной целью, испытывать человека, чтобы была единственная борьба противоположностей, не будет сладкого, если не будет горького, соленого, и там еще чего-то такого, да, вот, это для того, чтобы была борьба, чтобы истина вырабатывалась в борьбе, вот, но факт есть факт, вот, это тоже удовольствие, порнография, удовольствие, и вот оказывается, вот эти удовольствия, которые находятся уже за пределами человеческого, а тем не менее существуют, это полное разложение личности, это полное разложение государства, и так далее, и так далее, и они тренируются, создаются условия, они появляются, а дальше тренируются, и уже мало просто убийства, ему нужно еще, чтобы медленно убивали, чтобы он насладился побольше, это ужас, но это факт, и при помощи этих удовольствий, собственно, они определяют личность, знаете, эти пословицы, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, потом говорят, скажи, кто твой враг, я скажу, кто ты, а я говорю по-другому, и это уже абсолют, скажи, какие у тебя удовольствия, и можешь не говорить, есть люди, которые это видят, так вот, у разума тоже есть удовольствие, это любопытство, это процесс познания, это творчество, это общение себе подобным разумом, есть удовольствие, они действительно разумны, больше никому не относятся, а вот здесь, вот здесь, вот здесь у нас полный беспредел, нет предела духовности, вот, и сам наверху, это Бог, и наша задача человека, именно, как бы, как бы это сказать, стремиться познать замысел Бога раз, и повышать свою духовность, приближаясь к Нему, и тогда ты сможешь делать, все что угодно, вот мы говорим про технику, двигатель, там прочее, а я думаю, а почему мне дали понять двигатель, вот, никого не встречаю, все не понимают, я понимаю, почему, наверное, моя духовность такая, что мне дали, а как еще по-другому, так вот, я утверждаю, что настоящие тайны, физические, химические, все прочие, природные тайны, будут даны людям тогда, когда они смогут настолько измениться, чтобы, вот, отношения людей с другими людьми, с другими народами, с животным миром, с растительным миром, со всей природой, стали настоящие, божественные, гармоничные, вот тогда мы получим знания, и тогда нам не будет болеть голова, что делать нефть кончается, или газ кончается, уже сейчас можно без этого жить, но еще мелочь, вот, не надо тратить деньги на эти безумные коллайдеры, на всякую чушь, это все будет получено, если люди изменятся, изменятся. Благодаря нашей передаче. Я не могу сказать, что благодаря, но мы должны вложить свой кирпичик здесь, мы должны. Мы должны показать так, нашей молодежи, что, что, если идти этим путем, жизнь будет, во-первых, суперинтересный раз, и, второе, что, главное, о чем мы еще не говорим, они будут, достигать будут, потому что главное, а что будет после смерти? Ведь, ведь всякую чушь говорят, в том же, в храме говорят, ну, по-разному говорят, рай, и прочее, я потом объясню все это, вот, что бы, кто бы ни говорил, я всегда подвергался мнению, и пока я не получал настоящее знание, когда все начинало работать, вот пазл складывался, вот тогда правильно, а так, вопрос, а где это? А как это? Давайте какие-то итоги подведем в сегодняшней передаче, вот, очень приятно было вас узнать поближе, вот, очень приятно было, что вы поделились с нами своими соображениями, своими мыслями, рассказали нашим зрителям о том, что же такое истинные системы, определили методику работы с истинными системами, показали на примерах, какие существуют на сегодняшний день истинные системы, и обязательно расскажем вам, и покажем, как мы будем использовать эти истинные системы в практике. Хотел бы поблагодарить всех за внимание, надеемся, что вам понравилось, надеемся, что вы будете активно задавать нам вопросы, будете предлагать свои темы, передач, до новых встреч. Спасибо. Всего доброго, до свидания.